За многочисленные грамоты и благодарственные письма из школы сына Вову и дочь Таню Лариса Кричевец не может поощрить даже сладостями. Сегодня многодетная семья самому маленькому члену, который чуть больше года, экономит на всё. Сейчас весна, у детей нет детской обуви, осенней. Температура 10 градусов, а мы до сих пор зимние обуви ходим. И за квартиру, ни на ЖКУ, ничего мы заплатить не можем. Вот за февраль месяц мы не платили, а сейчас уже март заканчивается. У нас здесь много семей многодетных, некоторые вообще выживают. Из-за невыплат денег семья Кричевец влезла в большие долги. Родители кормили и одевали детей по кредитным картам, баланс на которых давно ушёл в минус. Теперь, говорит Лариса, остаётся только ждать. Я вот те недели звонила, и сегодня буквально позвонила. Мне сказали, что возможно в конце недель. Это только возможно за февраль месяц. Когда они ещё сами не знают. Лариса не единственная многодетная мама, которой нечем кормить своих детей. Альбину Ёлкину и Смоленки государство тоже не торопится поддерживать материально. У меня четверо детей. Один совершеннолетний, трое несовершеннолетние. Я как бы живу одна. Маленький ребёнок. Живём пока на посуде, потому что ни подработку, ничего здесь не найдёшь. Ребёнка в садик не могу устроить. Просто уже нет сил. Уже им звонили, звонили. Они всё какие-то там отговорки у них постоянно. И ничего толком не говорят. Обеим женщинам действительно толком ничего не говорят. Единственное, что сообщают в Министерстве финансов, так это то, что до сих пор не получили средства из федерального бюджета. Во время подготовки сюжета к эфиру нам так и не удалось получить комментарий. В ведомстве сообщили, что министр Андрей Кефир вылетел в Москву. Отметим, многодетных семей в Забайкальском крае свыше 16 тысяч. В них воспитываются около 50 тысяч детей. Анастасия Салтанова, Константин Васильев, ЗАПТ-ТВ.